Всем привет! У меня сегодня вторая попытка уехать на море, потому что, наверное, неделю или две назад я уже пыталась уехать на море в воскресенье. Но если вы смотрели одно из моих предыдущих видео, вы знаете, наверное, что в воскресенье нужно заказывать автобус. Если вы не понимаете, о чем речь, то я оставлю ссылку тут, чтобы вы посмотрели видео. Вот, сегодня суббота, поэтому я пытаюсь уехать сейчас, где-то еще 10 минут, и мой автобус приедет. Я очень надеюсь, что он меня заберет все-таки на море, что я не прожду тут опять час или два. Просто так. Поэтому давайте смотреть вместе. Ну что ж, я добралась до того места, куда я ехала. Это городочек Лион-Сюрмер, как-то так. То есть он вроде бы не Лион, который есть, как бы тоже такой город во Франции. Это как бы другой Лион, который Сюрмер именно. Вот, я, кстати, уже вижу прям море виднеется. А чем вообще примечательно побережье Нормандии? Ну, кроме того, что это море, как бы это всегда круто. Примечательно тем, что в 44-м году, 6 июня, если я не ошибаюсь, тут происходила операция во время Второй мировой войны. Тут войска Франции, Великобритании и Америки, если не ошибаюсь, получается, сходили на берег и нападали на немецкие войска. А этот день называется D-Day. Я не знаю, если честно, как его называют на русском языке. День Дэ звучит как-то забавно, если честно. Вот. Поэтому тут очень много, в принципе, во всей Нормандии музеев, связанных с войной, мемориалов. Опять же, из-за того, что тут разворачивалось, в принципе, очень много военных действий во время Второй мировой войны, то многие памятники архитектуры, так скажем, были разрушены, к сожалению. Поэтому я сейчас направляюсь на само побережье. Опять же, если вы знаете какие-нибудь дополнительные интересные факты, либо я что-то перепутала, то, пожалуйста, спросьте мне в комментариях. Вот. Чтобы мы все знали немножечко из истории тоже об этом месте. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Леон Сюрмер имеет длинную историю. Город был основан еще в средние века, тогда же там и появился Рыбатский порт. В начале XIII века Нормандия присоединилась к Французскому королевству, где миллионы были разделены между разными лордами, поэтому появились разные поместья. Ветерные мельницы, к сожалению, сейчас они либо исчезли, либо были перестроены. Но уже в конце XV века семья Леосон постепенно объединяла части города, а в XIX веке появилась мода на морские купания, что привело к притоку большого количества туристов, и летом этот город превращался в морской курорт, что происходит и до сих пор. Многие виллы, которые мы можем наблюдать на побережье этого города, как раз таки были построены во второй половине XIX века. Но уже во время Второй мировой войны побережье Леон Сюрмера стал одним из мест, где высадились гданские солдаты, как раз таки в рамках той операции, которую я вам рассказывала ранее. Церковь Сан-Пьер-де-Геон Сюрмер была построена еще в XI веке. Колокольня ей выполнена в романском стиле, которая была создана в конце XI века. Заканчивается она мощной стражевой башней. Она была построена в течение столетней войны. Также позже, уже в XIX веке, была создана часовня. Она уже построена в неоготическом стиле. Ну что ж, мое мини-путешествие подошло к концу. По городу я погуляла всего пару часов, потому что Кувинанский час и проблемы с автобусом. Потому что автобус может не приехать по расписанию, к сожалению. Поэтому я оказалась на остановке после того, как пошла в магазин и решила, что если сейчас поедет автобус, то я на него сяду. В итоге я на него села. Оказывается, это тот автобус, который нужно было резервировать. И парень его зарезервировал, который как бы ехал в этом автобусе. А у меня спросили резервацию. Говорю, типа, у меня нет ничего. Он говорит, у тебя докана? Я говорю, да. Он говорит, ну ладно, садись. Я говорю, ну спасибо. Потому что автобус был пустой просто. Ну кроме вот этого парня, который его все-таки зарезервировал в это время. Вот. Поэтому я добралась до Кана уже. Все нормально. Я боялась, что я не уеду обратно сюда до комендантского часа. А это было бы большой-большой проблемой. Поэтому в этот городочек я захочу вернуться еще 100%. Там еще рядом есть тоже милые такие городочки. Там и много церквей старых. И музеи. Надеюсь, что они когда-нибудь все-таки откроются. Потому что пробыть во Франции 4 месяца и ни разу не сходить в музей. Это ну прям супер-супер-супер грустно. Вот. Поэтому вот так. Такое, не знаю, видео коротенькое. Возможно, вышло. Не знаю, что там будет на монтаже. Но спасибо за то, что вы посмотрели. Пока-пока.